Великий Бог Израиля. Кто такой Бог Израиля? Это Всевышний, это Всемогущий, это Тот, который всё сотворил. И люди, которые далеки от Бога, они не понимают, что Бог не имеет национальности. Некоторые почему-то ненавидящие евреи начинают проклинать веру еврейскую. На самом деле всё наоборот. Бог Один, Он сотворил Вселенную. И у Бога есть избранный народ, от которого Иисус, через которого Бог благословил и веки сотворил. Что происходит? Мир живёт своими интересами и поэтому из-за этих интересов и для того, что есть похоть лечей, эпохоть плоти, эпохоть и гордость житейская, из этого есть несправедливость. А мы не должны эту несправедливость разрушить. Для этого нужно жить по слову и спасать душу через жертву Иисуса Христа. Таковы духовные законы. Людям очень трудно поверить, что жизнь на Земле, что она вообще реальна. Но другого не дала. Если сомневаетесь, улыбайтесь науку и всё равно придите к тому, кто жизнь на Земле. И мы должны продолжить через законы Божьего. Другого не дала. Пусть меня не воспринимают через субботу, якобы я не посвящаю время людям, но я прохожу через эти испытания и объясняю, что все заповеди можно исполнить и только тогда людям открывается суббота. То есть не наоборот. Не начинается исполнение заповедей и суббот. И наоборот. Сначала исполняются все заповеди, а потом уже Бог дает возможность исполнять и субботу. То есть многие еще отступники не пребывают в Слове и не заключили завет с Богом. То есть каждая душа спасается, исповедует Иисуса Господом, приходит к Нему. И истинные поклонники, которых Бог ищет на Земле, открывают для себя субботу, субботу. Я хочу говорить о справедливости. Справедливость будет в связи с тем, что души у Бога просчитаны и Он соблюдает Свои спасения. Рождаемость на Земле заканчивается. То есть все мы когда-то будем стариками или среднего возраста. Все зависит от того, насколько правильная будет Земля. Насколько мы перестанем творить без этого. На таком уровне возраста мы и остановимся. Но дети вырастут, у них детей уже не будет. И в этом тоже будет справедливость. Потому что молодежь насмехается не от большого ума, конечно, над стариками и не считает их достойными уважения. Иногда. Не всегда. Мне Бог открыл интересные вещи о том, как строить Царство Божие. Это у нас в 45-й новой языке. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч ширину. Да будет свято это место во всем объеме своим кругом. От него к святилищу отойдет четыреугольник по 500 тростей кругом. И кругом него площадь 50 локтей. Из этой меры отметь 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч в ширину, где будет находиться святилище святое святое. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них место для домов и святыни для святилища. То есть Господь наперед определяет для вечности на земле участки земли, которые будут принадлежать Господу. Там, где будет обитать правда, святость и поклонение. Я вижу в том, что есть несправедливость в мире, есть много обижних. Церковь должна утешать таких людей и находить для них место для служения. Если церковь служит Богу и найдет общий язык с правителями, где будет понимание, что нужно создавать вечность, и будет выделяться земля для церковных служителей, которые будут достойны, освящены. Которые найдут в своем городе общение на уровне Божественном уровне. И если князи, князья, о которых рассказывается ниже, дадут эту землю, то таким образом не будет голодных, нищих и рабов. Потому что если мир злой и ленивый, чтобы посчитать, чтобы все было справедливо, то нужно каким-то образом утешать извергнутых. Потому что, как известно, в мире существует конкуренция, и людей выживают. Выживают, конечно, не сильных, не тех, кто умеет работать кулаками или локтями или языком, унижая и скобляя, а слабых. Поэтому как раз им место для того, чтобы приближаться к Богу, чтобы Бог мог их на своем уровне благословить. Вот такая вечность. Я верю в демократию. Я верю в то, что Господь созидит церковь, даст им мудрости, в страхе Божьем. Люди будут продлевать жизнь человечеству на земле. Я благословляю всех на сегодняшний день. Завершаем. Это благословит всех Творец, который дал нам жизнь для вечности, для счастья, для радости и для того, чтобы мы имели любовь и приближались к вечности, которая откроется нам в последствии. Продолжение следует...